Приветствую тебя, брат Владе. Рад вновь к нашей встрече, что мы собрались, что ты пришел. И хотелось бы дальше также продолжить нашу рубрику, которая называется «Вопросы и ответы», где мы уже отвечали на некоторые вопросы, которые люди чаще всего задают. И ты давал очень хорошие библейские ответы в свете Библии, так как это должно быть на самом деле из Священного Писания. И также хотелось бы продолжить, сегодня есть такой тоже вопрос, который называется «Пробуждение». Что такое пробуждение и что говорит Священное Писание о пробуждении, каково оно должно быть? И, кстати, даже вот в интернете сейчас, там, в Эсбери, происходит некое пробуждение, так назвали. Именно это движение, которое сейчас там происходит, там собрание, очень много дней, может быть, тоже видел, видел это уже несколько дней подряд, там, сутками прямо люди сидят, молятся, и как бы назвали, что это пробуждение. И хотелось бы действительно понять, то ли это пробуждение, о котором говорит нам Священное Писание, и которое должно быть, как бы, для верующих людей. Вот, хотелось бы услышать от тебя, как говорит нам об этом Священное Писание. Ну, я понял, да. Ну, это сейчас гудит не только весь интернет, весь мир, и скажу дальше, это распространится также и на другие города и страны. Именно это пробуждение, которое в Эсбери, вот. Ну, то ли это пробуждение, которое связано с Библией, вопросом. Вот, ну, как, всегда радует, когда люди каются, всегда радует, когда люди отдают свои сердца Господу, всегда радует, когда ты видишь это переживание среди людей, вот. Но никакое переживание и никакие слезы, никакой плач не является настоящим подлинным переживанием, если при этом отвергается Слово Божие. То есть, пример такой. Когда-то был такой известный фильм, который этот Мол Гибсон, да, может, он вчера сидел там, где-то там за столом, ну, употреблял спиртное, да, вот, и потом кто-то там снимался в фильме «Страсти Христовы», и люди плакали в кинотеатрах, там, вот, такие переживания получали, но даже умирали, слышал свидетельства, многих там сердце останавливалось, вот. И говорили, вот это фильм, он ко мне такое переживание, такое потрясение сделал. Но у меня вопрос, а где эти люди сегодня, и к чему этот фильм направил? То есть, к чему этот фильм направил? Он направил людей к Библии. Я не верю, что при присмотре такого фильма, да, вот, люди умирают во время этого фильма. То же самое это про обещение. Если человек нечто пережил, и если это его потом направляет в Слово, то, да, это действительно настоящее библейское про обещение. Но если мое мнение, то я скажу на основании Слово Божьего. Мы видим, что в книге «Деяния» мы можем зачитать это, да, но возьмем. Это книга «Деяния», это, допустим, в доме Корнили, то, что происходило. Был такой сотни Корнили, да, муж был очистивый, даже там сеновую церковь построил. Вот, то есть, он, помню, да, это все, не будем все зачитывать. Но мы знаем, что туда пришел Петр, и пригласили Петра, не просто Петра, вот, а человеку, которым были ключи Царства Небесного. У него был доступ, у него было откровение. То есть, у Петра были слова, потому что Корнили было сказать, что он скажет тебе слова, вот настоящее пробуждение, он придет и скажет тебе слова, от которой спасешься ты, и весь дом твой. То есть, Петр покажет, как нужно, что вот, войти в Царство. И вот, мы видим, что он проповедует, зачитая 44 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих Слово. Дух Святой сошел на всех слушающих Слово. Заметьте, в этом слове была такая сила, что сошел Святой Дух, и мы видим дальше, 47 стих, зачитаем. Дальше, после того, когда сошел Святой Дух, заметьте действия Святого Духа, что он делает. Вот, это они получили переживание со Словом, и он говорит, теперь, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. В тот же день, мы видим также, в день Пятидесятницы, мы откроем, 2 глава, когда Петр проповедует. То есть, они, зачитаю все-таки, это Деяние 2 глава, 36 стих, когда он проповедует, что Бог садил Господом и Христом всего Иисуса, Которого расповедует. Когда они начали умилили в своих сердцах, они начали терзаться, да, они задали теперь, что нам делать. То есть, Святой Дух, да, через Петра начал их обличать. То есть, и Петр им говорит, услышав это, они умилили сердцем и сказали Петру и прочим посолам, что нам делать, мужи и братья. То есть, мы своим невериям распили, что Христа, мы распили Мессию, того, кого ждали. То есть, они осознали, правильно? Петр же сказал им, покайтесь, следующее, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование, и дети ваши, им всем да, никого не призовет Господь Бог наш. У меня теперь сразу, ну, как бы, вопрос. Значит, когда Святой Дух, да, приходит, Он приводит тебя к покаянию. Этого достаточно или нет? Ну, Слово Божие, вы учите, что нет, как бы, нужно еще водное крещение. Вот. Теперь, нужно водное крещение. Вот сейчас сколько там дней уже? Две недели, да, идет? Да, около две недели, да. Вот за две недели, какие это принесло результаты за две недели? Ну, насколько там я посмотрел эту информацию, то есть, я не видел, чтобы были совершены какие-то водные крещения. Говорили, что люди просто каются, люди там освобождаются от каких-то зависимости. То есть, вот такие моменты. Алёву. Да, как бы, слава Богу. Но не видел, чтобы были совершены дальше действия, как написано в Священном Писании, то есть, в том же водном крещении. Так вот, для того, чтобы Бог поставил полностью свою печать, а насколько знаешь, это пробуждение не среди мирских людей там проходит. Да, как бы, я бы так понял, что это пробуждение среди верующих, которые уже христиане, которые уже знают о Боге. Так вот, вот это пробуждение, которое происходит, вот, люди, я понимаю, что люди алчат, люди жажат, люди чего-то ожидают, какого-то злияния, но не будет того, чего люди ожидают, если не вернуться к Слову. Потому что каждое пробуждение, оно должно привести тебя к Слову, к покаянию, к крещению во имя Иисуса Христа, и в тот же день, я повторюсь, в тот же день, если у тебя это произошло от Бога, в тот же день. Потому что сегодня церковное, как сказать, учение, вот, людей потом берут, назначают какой-то день, проводят какие-то с ними эти, как его, там, уроки, тоже динаминация, правильно было? Проводят уроки, там, библейские. Друзья мои, знаете, я бы хочу сказать, вот, Бог нигде не повелел, не поручал создавать какие-то библейские школы, библейские уроки, там, и еще что-то, потому что я вжил в Библии, что так же самое, это во второй главе, дальше написано. И так охотно принесшее Слово Его, что крестились, и присоединилось в тот день, душ около трех тысяч. То есть, мы видим, что вот, настоящее подлинное пробычение, когда Святой Дух сходит, когда люди каются, и это приводит их к воде. Что нам делать, они задают вопрос. Теперь, после этого, что нам делать? В доме Корнилия, Святой Дух зашел, он говорит, теперь кто, да, запрети, тем, как и мы приняли Святого Духа, то есть, и он повелел им креститься во имя Иисуса Христа. Я тоже могу сказать то же самое, что сказал Петр, повелевая теперь креститься во имя Иисуса Христа. Если человек этого не сделал, даже если он освободился, мы ведь в Библии читаем, что эти, да, когда человек освобожается от какой-то зависимости, он становится что-то чистым. Чистым, да. А что потом? Если написано, потому что, если он не следит за этим, всем, то приходит злейший. Сколько там приходит? Еще больше приходит. Семь, написано, семь злейших. Вот это то, что обычно постигает вот такие пробуждения. Я насмотрелся за 20 с чем-то лет, столько людей и плакали, и каясь, и слезами, но они не возвращали к Слову. Поэтому, когда ты не возвращаешься к Слову, Святой Дух не может тебя запечатать. Ведь Святой Дух приходит когда? Когда ты принимаешь Слово, и ты действуешь, соответственно, Словом. Это Слово, Святой Дух приходит и ставит на него печать. То есть, если так, подведя маленький итог нашему разговору, то это пробуждение, то есть оно должно вернуть тебя полностью к всей Амине, именно к Слову Божьему. И если мы видим, что вот этот замечательный пример, когда Корнилий позвал Петра, то к Корнилию пришел кто? Ангел. И сказал, позови Петра. То есть, ангел не мог ошибиться и сказать, позови кого-то там, другого, третьего. Он сказал, позови Петра, и он скажет слова тебе, о котором святый и весь дом твой. И именно Петр направил их в воду и направил их в правильное крещение, в водное крещение. То есть, во имя Господа Иисуса Христа, как мы видим. И все, что совершается вне этого, то это нельзя как бы назвать пробуждением. Истинным, настоящим пробуждением. Нет, это... Ну, почему нет? Это пробуждение. Это пробуждение. Ну, не о том пробуждении, о котором говорит Священная Бесня. Да, но это не библейское пробуждение. В общем дело, это не библейское. Потом, что касательно ангела, как бы, мы можем на эту тему тоже поговорить. Не во всех случаях мы видим, приходил ангел. Это да. То есть, вообще ангел присутствует. То есть, ангел имеет те люди, которые имеют Святого Духа. Потому что, видишь, что Филиппа, да, взял ангел, вот, и сказал там, пойди на улицу. Вот, кстати, тоже пробуждение у Евнуха. Вот, можно сказать, про ангела, да, мы видим как раз тему. Едет Евнух, тоже была шикарная конференция, тоже в своем пробуждении проходил в Иерусалиме. Он едет, и там уже проповедовали о слове, вот. То есть, люди имели тоже какое-то переживание. Этот Евнух, который ехал, он также читал кого? Пророка Исаия. То есть, он не читал там «Сторожевую башню» или еще что-то. Вот он читал пророка Исаия. То есть, он читал свиток. И мы видим, да, что он имел тоже особо рода переживания. Когда к нему пристал Филипп, да, ангел сказал, подсядь к нему и поинтересуйся, да, что он там читает. И когда он едет читать эти свитки, он говорит, слушай, разумеешь, что читаешь? Он говорит, я не понимаю, но как бы у меня действительно он переживал, потому что кто это человек? Что это за него? За кого пророк говорит? За себя или за кого-то другого? То есть, его вопрос этот волновал. И Филипп, мы видим, что он берет 53 глава Исаия, где читал этот Евнух, и он ему раскрывает тайну, тайну, то есть, пророчество, которое было сказано, и оно установилось в его день. То есть, в этот день, говорит, это пророчество исполнилось. И тогда для него, знаменитый Святой Дух, открывает ему эту тайну, и он говорит, постой, так вот вода, что мне теперь препятствует? Он говорит, что ему сказал Филипп, надо пройти несколько уроков о водном крещении, у тебя нет мантии, правильно? Или как он сказал? Нет, нет, он сказал, если веруешь, от всего сердца, да. Вот, то есть, что препятствует неверию, если от всего сердца веруешь. И в тот же день не сошли воду, он крестил во имя Иисуса Христа, и вот это было уже настоящее подлинное пробуждение. Потому что мы видим, что нечто внутри изменилось, потому что он шел радуясь, уже написано, да, Филипп не стало. Поехал и повез это пробуждение дальше. Да, дальше, да. То есть, мы видим, какое настоящее истинное пробуждение, и что совершает это пробуждение. Конечно. Если говорить, допустим, сегодня как церковное пробуждение, то есть люди, в первую очередь, должны выйти с того учения, в котором находятся, а это церковные люди, это библейский университет, раз уже библейский, то да и вернись к Библии. Потому что человек, который крещен был когда-то в Троицу, сегодня Святой Дух всем людям по всей земле повелевает, повелевает креститься так, как уже это было сказано в Библии. Если ты не крещен во имя Господа Иисуса Христа, то этому пробуждению, ну, может, спасенный будет, это хорошо, если говорим за спасение. Но что касательно восхищения, это проходит мимо. А еще маленькое, ты что-то там. Смотри, когда-то тоже имел такое пробуждение. Уверен, что ты его имел такое пробуждение. То есть мы когда-то тоже принимали, мы не знали, может быть, многих вещей, но Святой Дух нас коснулся, Святой Дух с нами что-то сделал, да, какая-то перемена, но Святой Дух повел нас дальше. Я имел не только одно пробуждение, я это пробуждение имею каждый день, потому что мы пробуждаемся по отношению к чему? По отношению к слову. К слову, поэтому это пробуждение, этот огонь, если тебе уже загорелся, то он будет у тебя гореть постоянно. И ты только будешь подливать, понимаешь, это масло. Ты только будешь подливать, 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 подливать. Это каждый день тебе горит. Это не чуждый огонь. Потому что очень бывают эти пробуждения, как тоже вроде огонь, но это чуждый огонь, если он не соответствует Библии. Есть огонь Божий, а есть огонь чужий, который сделали люди, это тоже загорается, но это не сработает. Да, вот и эта мысль показала правильно, по Священному Писанию, что люди, и когда в дом Корнилия пришел Петр, эти слова, которые он сказал, они его изменили. И они направили его слово в водное крещение, и семья его, он, Корнилия, семья его, они стали измененными. И мне это напоминает, что настоящее истинное пробуждение, оно меняет тебя, а не только просто эмоции какие-то на какое-то время, но оно всегда, оно всю жизнь, то есть оно меняет тебя, как изнутри, так и снаружи. И мне напоминает, 1906 год, это такое сильное пробуждение, на Азу застрее, если ты тоже это знаешь, когда люди, когда было сошествие Духа, с этого было пробуждение, и люди находились в неком старом таком учении, как бы, ну, баптистцам будем говорить, баптистском учении, и когда было это пробуждение, исполнилось то пророчество, и Илья, которое написано, что дети ваши, да, будут видеть сновидение, языками будете говорить, так и дальше. И это произошло, и это изменило людей. Они не остались в том же самом, в котором были, но это изменило, они вышли на полный святым духом, у них появились дары, да, люди начали видеть эти дары, и они так и остались с этим жить, как бы, они с этим, нечто изменило и полностью, как и внутри, так и снаружи. И мы видим, что это было, вот такое настоящее пробуждение. И так же самое сейчас, мы видим в Священном Писании, что настоящее истинное пробуждение, оно изменяет тебя, а ты не остаешься в том же, самом прежде, в котором был, но оно изменяет, и ведет тебя дальше, соответственно, по слову, только по слову. Ты сейчас заговорил эти слова, я их, кстати, открыл специально, я уже мысль как бы уловил, что-то хоть сказать. Да, изменяет в каком плане, вот смотри, Корнили, мне всегда это нравилось, написано, что он был благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, заметь, он уже был благочестивый, он уже боящийся Бога, но тем не менее, приходит к нему ангел, да, и говорит, что пошпади в дом некого Симона, Кожевника, там находится некий Симон, Петр, да, он скажет тебе слова, от которых спасешься ты и весь дом твой, он скажет тебе, от которых спасешься, значит, благочестивый, боящийся, но еще не был спасен. Ну да, и мы видим, что именно ты чем-то говоришь, в том, чем он находился, он был бы очистив, все было как бы хорошо, но слово, слово, именно само слово, пришло слово, которое изменило его, что взгляд, переменило его мышление, переменило его внутренность по отношению к тому дню, в котором он жил. А что это был за день? Это был день пробуждения, потому что Христос пришел и исполнил те писания, о которых они все ожидали, ведь фарисеи ожидали, в Саддуке они все ждали, но они пропустили, они просто пропустили. Поэтому постал Петр и был тем пробуждением, которое и принес пробуждение к тем избранным. Да, так оно и есть, на самом деле, настоящее истинное пробуждение. Точно так же происходит и сейчас, именно с церковью невестой. И если уже говорить о пробуждении для церкви невесты, то она имеет сегодня пробуждение. Это тоже слово, которое пришло на этот день, которое пробудило когда-то меня. Я очень благодарен за это пробуждение. Если мы дальше будем читать книгу Откровения, то мы видим, что в книге Откровения есть семь таинственных громов Иисуса Христа в Откровении 10-й лава, от которым люди, кстати, и не интересуются, не знают. Вот меня больше всего поражает. Люди хотят эмоции, хотят ощущения, хотят поплакать и такими же остаться. Так не может быть, друзья, поймите правильно, такого не может быть, что ты вот постречался со Христом и остался таким же самым. Не может быть такого, конечно. То есть, это должно вернуть тебя в Библию. Это неправильная была встреча, значит, ты остался. Нет, встреча может и правильно была и так далее, но просто твоё отношение было, может быть, неправильным. То есть, потому что Христос, когда тебе действительно говорит, когда Христос на самом деле тебе что-то даёт, то в первую очередь он вернёт тебе к слову. А посмотри на этот период сейчас. Ведь это же период ладикистки. Он стоит где? За дверью. За дверью. Все стоят у дверей стучу, кто имеет, да, слышащий голос мой. То есть, голос его, имеющий ухода слышит, что Дух говорит кому? Церквян. Церквян. Ну, значит, получается, пробуждение сегодня, да, вне церкви. А церковь имеет сегодня что? Учение. Поэтому люди хотят получить переживание, получить крещение духом и остаться в том учении, в котором находятся. Такого не может быть, да. Так вот, возвращаясь к Корнилию, Корнилий не остался в том учении, в котором он был. Да, так мы и говорили, что он последовал именно тем словам, которые Петр сказал. Аминь. Вот именно вот это и есть пробуждение. То же самое скажу. Мое пробуждение, личное мое пробуждение, которое я получил, которое я увидел уже в Писании на этот день, меня пробудили те семь граммов Иисуса Христа. Именно семь таинственных граммов. Написано, сокрыты до последнего дня и они будут открыты, опять же таки, будут открыты. Они пробудят непосредственно вот тех избранных, которые должны выйти в восхищение. Если мы говорим о таком пробуждении, которое связано с восхищением, то это именно те семь таинственных граммов, которые проговорили голосами своими. Это были семь граммов Иисуса Христа в откровении 10 главе. Радуга над головой его. Это завет. И именно вот эти вот тайны, они возвращают нас обратно в день Пятидесятницы. Поэтому любое пробуждение, если оно не возвращает тебя, еще раз повторю, в день Пятидесятницы, это пробуждение, оно не сработает. Не сработает. Если до спасения, может пригодиться. Но если для восхищения, это не работает. Да, я думаю, ты вот сейчас задел именно книгу Откровения, потому что я не то что думаю, даже уверен, что очень многие боятся этой книги, потому что они не понимают, что написано, есть там книга символов, и они туда даже не лезут, будем так говорить. Но ты сейчас коснулся о семь граммах, что именно семь граммов делает пробуждение, то мы, наверное, поговорим уже в следующем ролике на эту тему, наверное, так и назовем ее семь граммов. И я попрошу, чтобы ты тоже показал им, что это является, о чем они говорят, и почему ты сказал, что они именно совершат пробуждение эти семь граммов. Поэтому я думаю, что следующий ролик мы посвятим этой теме. С Божьей помощью. Да, с Божьей помощью. Спасибо тебе за этот ответ. Пусть Бог благословит. Я тебя тоже, Господь. Спасибо.